Девушки отдыхают Окей, позже увидимся Да, поймаю тебя позже Привет, Вилли Привет, милая Привет Я смотрю, ты частенько слово «милая» прибавляешь Ну, нравится мне, прям приятное такое словечко И снова добро пожаловать в Грецию Что? Добро пожаловать? Ой, спасибо, спасибо Я так понимаю, у вас множество фанатов здесь, в Греции Нет Нет, ты это знаешь? Ты сам мне об этом говорил и сам это видел? Да, мы выступали у вас уже пару раз Да, я знаю, пару раз Мы так сильно нажрались, что в глазах двоится По пьяни двоится в глазах, так всегда лучше Хим, это рок-группа... Все верно? Да, конечно А почему спрашиваешь? Почему сомневаюсь? Да потому что хочу услышать твою версию Как бы ты сам вашу музыку описал? Мы называем наш стиль любовный металл И используем данный термин с самого начала нашей карьеры Расскажи мне о вашем новом альбоме, чем он отличается от предыдущего? Ну, он получился более роковым, намного тяжелее и органичнее В плане исполнения больше отсылок к Лид Зепплин Грандиозный гитарный риф и ну и все такое А прошлая пластинка получилась немного атмосфернее Прямолинейнее и попсовий С большим влиянием и гип-попа, и группы The Stooges Как долго новый альбом Вайми записывался? Примерно полгода мы репетировали и записывались в студии Примерно два месяца И за три недели смешировались Поэтому не так уж и долго Но я новые песни долго сочинял, да, в течение длительного времени Часть новых песен была написана вами до момента начала самой записи? Да, конечно, я всегда работаю именно по такой схеме И ненавижу группы, которые идут в дорогую студию и начинают там сочинять Не стоит этого делать Поэтому я написал все песни, и все они были закончены на парочке демо Следовательно, еще до начала студийной работы мы все свои действия просчитали Нет, не совсем так Все равно должно быть какое-то пространство для импровизации И, как всегда, все песни написаны тобой в одиночку Да, как всегда Как всегда, ну ладно В чем темная тайна вашего успеха? Сложный вопрос Ну, во-первых, у нас не было денег, поэтому экономика тут совершенно ни при чем Не знаю, может быть, меланхолическая сторона нашей музыки является чем-то новым У скандинавов музыки есть какие-то красивые элементы Может быть, именно это сыграло определенную роль Возможно, в этом есть что-то новое и оригинальное Вы начинали свою карьеру в Финляндии, верно? Да И первые песни были на английском? Да Как же сами финны к этому относятся? Ну, в Финляндии, финской группе трудно петь на английском Но если бы мы начинали петь на финском, наша финская аудитория за границей Финляндии весьма малочисленная Но если бы мы пели на финском, тогда не смогли бы гастролировать и путешествовать И не смогли бы оказаться в вашей прекрасной студии Поэтому за счет английского я бы хотел оказаться здесь, на вашем шоу И сказать, привет, мама, меня по телеящику показывают Ну да, привет Как зовут твою маму? Анита Анита? Да И она попала на один из ваших альбомов? Да, она же первая мини-альбома на обложке, ее портреты из 60-х В то время она работала продавщицей обуви И продолжает работать сейчас? Не, больше не работает Сейчас она занимается какой-то скучной бумажной волокитой на госслужбе Твое мнение о развитии музыкальной индустрии? Ну, все всегда одно и то же, много пустой болтовни и очень мало хороших групп Ну, ничего не меняется Твоя любимая группа или любимый вокалист из прошлого или настоящего? Из современных групп ничего мне не нравится Я люблю и гип-попа, он хорош Честно говоря, мне нравится песня The Bitter End группы Placebo Она довольно хороша Но их новый альбом весь целиком я еще пока не слушал Неплохая песня Только вот мне не нравится, что Брайан Молка поет голосом Микки Мауса В этом смысле это не в моем вкусе Но в целом песня неплохая Не поделишься своим мнением о войне, которая происходит прямо сейчас? И как ты относишься к некоторым артистам, некоторым группам, пишущим песни на военную тематику? Ну, это хорошо, что люди реагируют на войну Потому что в любой войне нет никакой необходимости Всегда должна быть возможность как-либо эту войну избежать Не планируешь написать что-нибудь о войне или нет? Ну, я пишу об эмоциональных войнах с момента основания нашей группы Поэтому можно сказать, что я придерживаюсь довольно замкнутого подхода Ну, потом, я и не политик Ты приезжал в Грецию инкогнито? Да Почему? Да так, чисто приколы ради И никто о твоем прибытии не знает, чисто по приколу? Складывается довольно необычная ситуация И я сам не уверен, нахожусь ли я здесь вообще Сам в непонятках Ну, все было довольно суматошно, и это очень странно Мы приехали к вам прошлой ночью, и очень поздно И вот сейчас мы здесь, в этой прекрасной студии МЭД ТВ А потом, с твоих же слов, вы поедете в Испанию? Да, в Испанию, а потом назад, в Финляндию Надо выспаться в своей родной постельке Скучаешь про родную постель? Ну, не обязательно Честно говоря, я уже давненько дома не бывал И уже 8 месяцев не прибирался в квартире Ты прибираешься дома сам? Да, приходится все делать самому Окей А то у меня дома такая вонищая, что уж возвращаться не хочется Поделись воспоминаниями, что ты помнишь из своего детства Ничего Ничего? Вилли, да ладно тебе У меня остались просто ужасные воспоминания Такие плохие? Да, плохие Меня никогда не понимал тех, кто утверждает, что может вспомнить что-либо Из событий, которые происходили с ними в двухлетнем возрасте Значит, тебе ничего из собственного детства не запомнилось? Ну, это какие-то гадости Окей Поэтому давайте не будем об этом Спасибо Спасибо Вилли, привет, доброе утро Доброе Как твои дела? Что, слышно? Ну, мы так к вам спешили, что у меня даже не было времени на чашечку кофе Поэтому сейчас я, по сути, как зомби Прекрасно тебя понимаю, ведь сейчас очень рано Ладно, как ты оцениваешь данную сверхсекретную поездку в Афины? Может, для тебя это похоже на похищение или что-то в этом роде? Как это действует на тебя? Ну, я очень нервничаю, это странно, но с нами всегда так, словно в первый раз Для тебя это впервые? И с тобой никогда ничего подобного не случалось? Когда тебя привозили в то или иное незнакомое тебе место? Ну, люди в остальной части Европы такие скучные Поэтому только грехи могут придумать такие классные идеи, как эта О, спасибо, приятно слышать Окей, а ты знаешь, что у нас есть очень большой и веселый клуб здесь, в Греции? Что вы думаете о нашей стране и ее народе? Ну, мы уже бывали в Греции пару раз Выступали и все такое И всегда было здорово Я помню, как первый выступал в клубе Радону в Афинах Это было прекрасно, прекрасно, а вот местные дорожные пробки отстой Я в курсе, пробки это одна из наших самых больших проблем Я думаю, что пробки это общемировая проблема повсюду Да, это было здорово, здорово, только вот жаль, что у нас никогда не было свободного времени Например, выходные и так далее Поэтому я совсем ваш город не знаю И сейчас вы остановились прямо напротив аэропорта Да, именно, мы спешили, так что... Вам стоит приехать к нам летом Слышал когда-нибудь о греческих островах? Да, я слышал Честно говоря, наш клавишник в данный момент находится в отпуске на одном из греческих островов Пока я у вас в гостях Значит, вы вдвоем в Греции? Да, конечно Это хорошо, сейчас мы едем в телестудию Мэтт ТВ И там ты встречаешься со своими фанатами А они ничего об этом не подозревают Как ты к этому относишься? Фанаты будут жутко взволнованы Ну, может быть, я тоже так же разволнуюсь Кто знает Разволнуешься, потому что ты доставляешь им радость? Да, это будут большие взаимные звуковые похороны А когда ты был молод и сам был фанатом И когда-нибудь пытался встретиться со своими любимыми музыкантами? Потому что подобные встречи запоминаются на всю жизнь Да ладно тебе, не преувеличивай Так, минуточку, я остаюсь фанатом, да Недавно я познакомился с Эгги Попом Нет, не в прошлом, а позапрошлом году Получил несколько автографов и так далее Да, Эгги был великолепен Я познакомился еще с парой знаменитостей С Питером Стиллом из группы Тайпа Негатив И с ребятами из Paradise Lost Я со многими познакомился, и это всегда круто Славно Хорошо, спасибо, тогда до следующей встречи Да Окей, ты улетаешь уже через несколько минут К сожалению Понравилось все у нас в гостях? Я прекрасно провел время и хотел бы остаться на ночь О чем тебе говорил Тебе понравилось встречаться с некоторыми из твоих фанатов? Потому что их настолько много, что все просто не вмещаются в стиле студию Да, было круто, это было приятно Приятно поболтать, приятно как-то повзаимодействовать Да, это было превосходно Окей, большое спасибо и до встречи в клубе Ликобетрус в Афинах через три месяца в июле Да, где-то через два месяца Хорошо, спасибо Спасибо, спасибо И вам тоже спасибо Всем спасибо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»